Всем доброе утро! Я поехала Машу со школы заберу и мы с ней пойдем к зубному. У нас потому что сегодня запись по зубному. Вот идем, ой, опять снега навалило кучу, просто кучу снега. Ну ничего, вообще снега много, это что-то с чем-то. Ладно, мои хорошие, всем хорошего дня. Так, дорогие друзья, я ехала в город, мне надо в МФЦ, я записана. Так что вот такие вот дела. Ладно, поехали. Всем привет, Маш, поздоровайся. Дорогие друзья, порадуйтесь, я наконец-то сдала документы, прям груз спал. Короче, я только приехала. Так, сейчас покажу покупки, что муж купил, что я покупала, все покажу по мере поступления. Короче, в первую очередь покажу, потому что Маша стоит, ждет уже. Мы вчера со Светой брали себе наушники, потому что у меня порвал Ваня, и мне монтировать никак без наушников. Теперь Оксана говорит, мне на наушники. Короче говоря, я взяла вот такие вот за 80 наушники и за 100. Тут черные, тут белые. Они как бы хорошие, нормальные. Так, это одни. Сейчас открою, покажу вам, какие примерно они. Они с микрофоном. Им нужны, когда они слушают английский, да? Делают транскрипцию или что вы там слушаете. Им надо. Короче, одни тебе, другие Кате. Так, что купил муж? Майонез. Масло. Света, унеси, пожалуйста, пакет с документами, пока Ваня не порвал. Еще одну бутылку масла. Пачку чая. У нас чай, потому что улетает вообще в лед. Моментально причем. Туалетную бумагу. Еще одну пачку майонеза. У нас тут сегодня с папой мы не согласовали, что покупать будем. Что он взял? Почти то же самое и я взяла. Потом туалетная бумага. Три рулона. Также муж тут купил. Не буду поднимать капусту, бананы. Туалетную бумагу и банку огурцов он купил. А знаете, в чем прикол? Вторая банка огурцов. И куча, куча туалетной бумаги. Это же я набрала. Ну, туалетная бумага лишняя не бывает. Особенно в нашей семье. Нас на роду много, поэтому вот так. Так, дальше. Ваня! Света. Нет, Ваня там ведро уронил. Я тоже взяла майонез, потому что он по акции... Оксана, ставь туда. Потом муж звонил, попросил купить перловку. Я взяла три пачки перловки. Нас она. Две. И вот третью. Я не знаю, что он хочет с перловки. Скорее всего, рассольник сварить. Потом батон нарезной. У меня дети его любят. И увидела рис. Рис, рис, рис. По... Так, сейчас подожди. По 39 рублей. 39,99. Забрала, ребята, последние четыре пачки. Я думала, я опять взяла. Нам, Оксана. Четыре пачки последней риса забрала. Больше не было. И также взяла кое-какие семена. Это кабачок. Засолочные огурцы. Два пакетика. И салата. Два пакетика. Все. А до этого я еще сейчас покажу, какие брала семена. Потихоньку семена начинаешь брать. Вот такие вот помидоры черри. Мы в том году их садили. Они вырастали вот вкусненькие. Маленькие и вкусные. Детям они больше всего понравились. Они потом все лето их таскали. Помидорки эти. И все, ребята, это все покупки. Самое главное документы. То, что я сдала. Я прям довольна. На следующей неделе, в конце недели, где-то мне справочку сделают. А пока всю неделю сейчас будет питаться у меня платно. Это Света, Катя и Егор. Это получается почти 90 рублей на ребенка в день. На троих, ну, грубо говоря, 300 рублей в день. Это что за неделю выйдет? Полторы тысячи. Ну, а куда деваться? Пусть. Так, все. Сейчас надо все это разобрать и убрать. Так что, все. Больше не ждите ничего. Ладно, дорогие друзья. Всем хорошего дня. Всем привет. Маша, скажи привет. Привет. Мы сходили с Машей к зубному. Сейчас идем на автобус и поедем домой. Все, залечили зубик. Остальные будем лечить, когда свободное время будет. Там еще, по-моему, два, да? Или один. Что-то такое. Два. Ну. И все. Ладно, идем на автобус. Мы потому что опоздали. У нас как раз освободилось, когда 30 минут было. Машу освободили от зубного. Поэтому придется. Сейчас привезу ее домой. Возьму документы. И поеду опять в администрацию. Надо мне сегодня еще донести справочки. И сейчас пойдем. Дороги у нас очень скользкие. Не ахти. Мы решили с Машей наконец-то на остановку идти. Все равно автобус ждать полчаса. Да, Машенька? И пойдем там заодно хлеба купим у нас дома. Хлеба нету. А справка это то, что мы пропускали некоторые уроки, когда мы с тобой зубик лечили. Мы же некоторые уроки пропускали. Вот и получается. Эта справка подтверждает, что мы ходили к зубному врачу. Маша спрашивает, зачем справку я дали. Ладно, дорогие друзья. Идем на автобус. И домой. Дома расскажу, зачем опять бегу делать документы. И что от меня там требует. Дорогие друзья, приехала я с города уже, с Машей. Все, мы зуб залечили. Нам справочку дали за то, что мы некоторые уроки пропускали. А то, что она по улажительной причине пропускала. Короче, зашли в магазин, взяли булочки. Сейчас у нее будет чай пить. Я сейчас, потому что опять в город ее не на... Это Маши. Мы правили. Мне надо документы доделывать дальше. Сухарики взяли килограмм. И хлеба взяла разного. Взяла черный каравай. Что-то вам показывает, что не дело свистит. Маленькую серую. И две белого. А еще конфетки у нас с Машей взяли. Майлер, с белым мыть с белым. Никогда, да, Маш, не пробовали еще. Сейчас я другим дам ребяткам, а Маше потом. Маше пока, потому что есть нельзя. Мариночка, ты не так решаешься за это здесь. Подожди, солнышко. Сейчас чай сделай, я тебе дам. Ой, вот такие вот. Держи. Навальня сразу отнеси. Так, Машина. Вот, все. Ну, ты потом прибери, потом съешь. Сейчас Катя еще дам и остальные. Все, короче, дорогие друзья, объясняю, что по детским. Детский получилось, так что опять документы не все собраны. Но вот сейчас я отвезу ему уже трудовую, потому что я думала, раз справка с работы есть, трудовая не нужна, но, оказывается, нужна все равно. Плюс надо электронную справку, то, что он устроен. Марина, не лезь, пожалуйста. Марина. Я не понимаю, если у нас заработное платье есть. А зачем такая? Ну, ладно, донесем. И справку со старой работой. Но она у меня есть, правда, за октябрь, но сказали, такая тоже подойдет. Поэтому сейчас муж меня там в городе встретит с работы. Мы сразу пойдем в вводную бухгалтерию, просить, чтобы нам документы дали, справку, чтобы вот эту распечатали, потому что сегодня последний день. Если я сегодня не сдам, то все. Я не успею. Если я просто на все не сдам, то я даже больше делать не буду. Ничего. Да, будут дети не питаться в школе. Ну, а что теперь пойдешь? Они хоть так, хоть так у меня не питаются сейчас. Ладно, дорогие друзья, пью чай и собираюсь в город. Все, съездила, наконец-то отнесла последние документы. Я сегодня в новой футболочке, видите? Такая у меня футболочка классная. Мне нравится рассветка такая. Короче, отдала документы, все. Надеюсь, что все. И дня через три потом позвоню, спрошу, будет, когда готова справочка. И потом будут дети питаться бесплатно. Как справка будет готова, так будет питаться. Принеси, пожалуйста. Она полная. Да? А, точно. Я же сегодня прибегала домой с документом. Думала, чай успею попить. А не успела, убежала. И весь день так болотное берет. Так что вот такие вот ребята у нас дела. Что хочу сейчас сделать? Сейчас чай попью, а чай не скипятила. Чай попью, потом будем. Наверное, мы сегодня с мужем зашли, капусту купили. И я хочу, что-то, знаете, так хочу капусту тушеной. Хочу капусту потушить. Плюс у меня Машенька просит, чтобы я ей сделала тесто на орешки. Она будет делать орешки. Так что вот такие вот дела. Ладно, если интересно, оставайтесь со мной. Сейчас пока чай делаю, еще хотела бы что рассказать. Сегодня упала. И подвернулась ей ногу. Сейчас при храмовой ноге болит вот эта вот нижняя часть ступня. А у меня так получилось как-то неаккуратно так упала, короче говоря. И вот теперь болит. Кое-как доковляла. Мне надо было с третьей школы идти в центр города. Ну, все знают, где администрация, где третья школа, кто с нашего города. Думаю, блин, как идти, больно наступать на ногу. Взяла она Юлию, села на автобус, доехала до Крепара. А там через дорогу перешла администрация. Короче, вот так вот. Я же без приключений жить-то и вообще никак не могу, ведь. Вы же меня знаете. У меня всегда что-нибудь-то происходит. Молоко переливаю в кувшин. Сейчас чай сделаю, чай попью. Наконец-то чай попью. Отдохну немножко. Ногу сейчас чем-нибудь перебинтую, чтобы оно это... Упор был. Больно, очень больно ногу. Ну, а что теперь? Ничего не поделаешь. Жизнь, она такая штука. Дороги не посыпает вообще. Дороги скользкие. Радует то, что у нас начали расширять дороги. Теперь будет легко ездить автобусом по широким дорогам. А то им приходилось бедно и на бровку-то они заезжали, чтобы пропустить другую машину. До того были узкие дороги. У нас тут еще ничего, вот в сторону экспедиции там вообще. Мне столько людей рассказывали случаев, как автобус проезжал. И попутняя машина, что это, знаете, целую книжку можно написать. Так что вот такие вот у нас дела. А так в целом все вроде нормально. Документы, самое главное, я сдала. Я сейчас буду ждать справочку, чтобы отдать ребятишкам, как сказать, в школу. Ладно, все. Сейчас чай попью, думаю, готовить с вами. Так, дорогие друзья, всем спасибо. Андрей, всем спать. Субтитры сделал DimaTorzok